Песня не русский. Простату свою и все потому, что Не русский, не важна кровь отца. Не русский, без кусочка конца. Не русский, мне не повезло. Не русский, я всемирное зло. В Spotify уходит эта песня. Деньги капают на счет. Их уже достаточно, но сердце говорит, давай еще. И хочется просто копить и копить. И все духовное чуждо. Я должен всем детям квартиры купить. И все потому, что не русский, не игру до конца. Не русский, вместо хлебом отца. Не русский, скажем прямо еврей. Для многих даже хуже, чем гей. Эй, если гей не еврей. Сотни лет у всех за нозой в жопе. И я скитался по земле. Пробовал размножиться в Европе. Получилось так себе. В итоге я вернулся сюда. Так Богу угодно было. Ведь это мой дом, и я здесь навсегда. Так что хава. Негила хава, Негила хава, Негила ве не смеха. Хава, Негила хава, Негила хава, Негила ве не смеха. Хава, Неранена, Хава, Неранена, Хава, Неранена, Ве не смеха. Не русский. С опытом, как вы говорите, или с прошествием времени, у вас происходит переосмысление? То есть вы чем-то восторгались в детстве, скажем, сейчас вы понимаете, что это, в общем, может быть, нет? Наверное, наоборот. Наверное, происходит обратный процесс. То, что я жутко ненавидел и что вызывало у меня просто бешенство. Я сейчас понимаю, что это было сделано, наверное, хорошо. И те люди, которые это делали, они делали это от души, осознанно и понимая, что они делают. Вот, наверное, так. Ну, например, чтобы не быть голословным, хоть что-нибудь. Скажем, когда все играли во дворе Цоя, мне казалось, что это какая-то вот, ну, просто вот какая-то ерунда страшная. Примитивно или что? Ну, видимо, форма подачи, которую я постоянно слышал, их играли во дворе постоянно. Я спрошу, что это ты играешь? Это Цоя. Видимо, это так преподносилось такими голосами страшными для меня. То есть вы не про оригинал говорите, а про музыку, я думаю, как же так вот это все? У меня не было возможности тогда познакомиться с творчеством Цоя. У нас был один кассетник дома, мы жили небогато. И, в общем, радио я тоже не слушал особо, да и Цоя, по-моему, не крутили в то время. Это какие? Про какие годы? Ну, 89-е, 90-е. Ну, да, да. Вот. И мне было там лет 5-6, вот я про это время говорю. Мне казалось, ну, что это, как это такое? А папа мой слушал Queen, Deep Purple, не знаю, White Snake и прочее, прочее, прочее. И вот мне казалось, на фоне этого, вот эта убогая подача внизу, около подъезда, вот эти вопли, недостойными. И потом, только когда я уже стал осознанного возраста, я вернулся к этому и понял, что все-таки я был не прав. Ну, а какая любимая песня группы кино? Ну, следи за собой. Напойте. Будь осторожен. А, следи за собой, будь осторожен, да. А почему? Концептуально или мы про музыкальную составляющую говорим? Ну, в ней какой-то, в ней какой-то фатализм есть. И все-таки, мне кажется, это очень актуально в наше нелегкое, тревожное время. Надо следить за собой. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.